Новоизбранные депутаты Сейма сегодня приступили к формированию парламентских комиссий. Избрали руководство десяти из них. Завтра предстоит проголосовать по поводу еще шести, но уже есть первые сюрпризы. На избрание председателей замов и секретарей комиссии было выделено по получасу на каждую. Но договориться по большинству вакансий депутатам удалось заранее. Комиссию по бюджету и финансам возглавил Мартинш Бондерс от развития ЗА, бывший глава Крайбанка. В соцсетях по этому поводу уже появились шутки, но в партии Бондерса выбор Сейма одобряют. Поднятие бюджета задерживается и надо будет работать с действительно быстрой и с большой нагрузкой. Тут нет маневра для долгого обучения. Тут надо руководство комиссии такое, которое знает дело. Представитель развития ЗА Вита Анда Терауда возглавит комиссию по европейским делам. Единогласно поддержали кандидатуру Яниса Борденса от новой консервативной партии в качестве главы юридической комиссии. С точки зрения руководства юридической комиссии мой жизненный путь ему соответствует. А комиссию по правам человека и общественным делам возглавит Артус Кайминдж от КПВЛВ. У него нередко возникали конфликты с представителями СМИ и теперь он будет руководить комиссией, которая за них отвечает. Я работаю там уже четыре года. Я знаю, какие там проблемы есть и что надо решать. Помимо прав человека КПВЛВ будет заведовать комиссией по публичным расходам и ревизиям. Ее возглавит Каспар Гиргенс. А вот на должность главы комиссии по госуправлению и делам самоуправлений, помимо ранее озвученного кандидата Сергея Долгополова, появился еще один – Талис Лынкайц от новой консервативной партии. Впрочем, его большинством голосов поддержали только в роли заместителя Долгополова, который продолжит возглавлять комиссию в этом СМИ. Он неплохо справлялся в предыдущие четыре года, поэтому фракция его поддержала и выдвинула. Комиссию по иностранным делам возглавит депутат Рихард Колс от Национального объединения. Его компетенцию коллеги уже оценили в прошлом созыве и, что очень важно, его компетенции заметили и оценили и в МИДе. Единогласно утвердили главой комиссии по мандатам, этике и заявлениям и другого депутата от Национального объединения Янину Курсит и Пакула. А комиссией по гражданству, миграции и сплочению общества будет руководить Андрей Юдин от нового единства. Эта партия надеется возглавить и комиссию по образованию. По этому вопросу голосование пройдет завтра. «Это действительно не потому, что две сферы для нас самые важные, а остальные не имеют значение. Все сферы важные. Но в этом парламенте такой расклад». А вот с главой комиссии по народному хозяйству, региональной аграрной политике и охране среды все оказалось не так просто. Новая консервативная партия заранее заявила, что не видит во главе комиссии представителей СЗК Яниса Дукловса. «Мы думаем, что господин Дукловс не является лучшим воплощением перспектив развития сельского хозяйства в 21 веке». «Это политика. Но если мы смотрим, это такой политический жест. Ничего больше я там не вижу». И все же Дукловс комиссию возглавит. Завтра парламент изберет руководителей еще шести комиссий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова